Какую машину вы представляете себе, когда я говорю вам про трубовый мотор, заднее расположение мотора и задний привод? Маленькая подсказка и неверно, это Smart. В данной машине у нас целых 0,6 литра, турбовый движок, адская вообще мощь, которая передается на заднюю ось. Машина, естественно, делалась для города. Так что ни о каком Нюрнбург-Ринге вы можете и не думать. Но на самом деле я видел кадры с Нюрнбург-Ринга, где такие машины вполне себе уверенно обгоняли многих мотоциклистов, которые вписались в ближайший забор. Машина разрабатывалась в середине 90-х совместно с фирмой Swatch, которая выпускает часы. Это ярким образом сказалось на ее дизайне. Она больше напоминает какие-то часы, причем небольшие, наручные, даже не настенные. Идея была какова? Это сделать компактную машину для города. Потом Swatch почему-то от этой идеи отказался, сделать какую-то свою линейку, а полностью бренд был выкуплен компанией Mercedes. И вообще классически про эту машину входит очень много заблуждений. И самое главное, самое яркое заблуждение, что если вы сядете в эту машину, вам колени будут закрывать ваши уши. Ну что ж, давайте сегодня развеем все мифы, которые входят в эту машину. Начнем с первого. Посадка в машину. Ну, во-первых, хочется сразу отметить, данная дверь больше, чем у Toyota Land Cruiser. Так что сесть в эту машину будет намного проще, чем у Toyota Land Cruiser. Сейчас сиденье отрегулировано не под меня, поэтому, тем более, кстати, интереснее будет. У меня почти метр девяносто роста, сто десять килограмм веса. И тем не менее, я сюда влез. Ну, конечно, да, некомфортно, но если немножко отодвинуть сиденье, ситуация резко улучшается. Посадка, кстати, при этом очень даже удобная. Да, зеркало, конечно. Ну ладно, про салон мы еще поговорим отдельно. Но в целом, в целом, мне очень нравится. И, кстати, вот по поводу свотча. Это непростые часы, их дело свотча. Так что... Не на всех моделях стоит. Да, вот что еще, кстати, мне хорошо сейчас подсказал хозяин машины. Точнее, муж хозяйки машины. То, что эти часы действительно стоят не на всех моделях. И так что, если у вас их нету, вы можете взять, в общем-то, любые часы, которые у вас есть дома, прикрутить их саморезами к торпеде, будет примерно то же самое. Зато механические часы такие же в Мазерате стоят. Что вы думаете? Итак, в общем, как вы видели, в принципе, в машину я сел. Причем, я хочу отметить, сел я там и сидел. Я комфортабельно. Мне было нормально и уютно. В общем-то, ничем не хуже, чем любая другая машина. Вообще, по сути, это любая другая машина, которая просто втупую обрезана пополам. То есть, если обычная машина у нас обычно 4,5 метра, то эта машина 2,5 метра. Так что, в принципе, учитывая то, что она двухместная, это вам не какая-то Део Тика там, или как, конечно, называется это? Део Матис, да. В Део Матисе, вот реально, когда я туда сел, да, туда может поместиться 4 человека, но они будут сидеть как-то табуретки в такой вот странной очень позе. Им будет крайне неудобно, а здесь именно, прям, комфортабельно сидишь. Так что, в принципе, этот миг, я думаю, мы развеяли. Такой человек, как я, туда спокойно влез. В принципе, если бы даже был выше, но ноги бы у меня были такой же длины, я думаю, вес бы кто-нибудь еще даже и повыше. Итак, второе заблуждение. Второе заблуждение. Данная машина крайне склонна к переворачиваемости. Из-за того, что база не короткая, мол, ее перевернуть достаточно легко. Это заблуждение. И связано оно с тем, что действительно в те же самые года Mercedes выпускал A-класс, который действительно зафейлился именно тем, что его даже полностью отозвали, в общем-то, достаточно сильно его переработали, для того, чтобы он, в конце концов, не переворачивался на немецких автобанах, для того, чтобы фуры его не сдували. Smart этим никогда не грешил. Просто из-за того, что у них внешность немножко похожа, они вообще, на самом деле, совершенно разные машины, вот почему-то многим скажется то, что данная машина очень легко переворачивается. Более того, по трассе она даже устойчивее, чем, ну, то же самое Matisse, о котором мы уже только что говорили. Дамаз, да, вот Дамаз это пипец полный. То есть, это, можно сказать, эталон неустойчивой машины по трассе. И коли уж мы заговорили о трассе, многие думают, что эта машина нифига не едет. То есть, вообще никуда, в принципе, потому что, да, 06 как-то уже изначально не внушает. У многих кружка пива дома больше, чем объем двигателя этого автомобиля. Вот, и слово турбо, в общем-то, здесь никаким образом не спасает. Это не САП, это тем более не Порше. И поэтому многие думают, что, в общем-то, машина нифига никуда не разгоняется. Так вот, разгоняется до 60, а она, в принципе, так же, как Camry 3.5. То есть, вот если вот поставить новую Camry 3.5 и вот с марта, и разогнать их обе до 60, они будут стоять, ну, примерно вровень. То есть, может быть, Camry, конечно, чуть-чуть уедет. Ну, конечно, да, уже после 60 Camry уезжает в точку, а с марта, просто ничего не хочу сказать. Но данная машина по трассе выжимает все, что у нее есть на спидометре. Спидометр здесь размечен до 140 км в час. И, в общем-то, все 140 он спокойно может по трассе положить. С чем это связано? Машина немецкая. В Германии у нас есть автобаны, где нет ограничения скорости. И, да, несмотря на то, что машина городская, и, по идее, автобаны – это не ее стихия, все-таки конструкторы подумали и думают, а вдруг, ну, это единственная машина в семье, и им надо куда-то там на дачу съездить, да, по автобану номер 8. Именно для этого, для того, чтобы она не мешалась на автобане даже в правом ряду, машину сделали достаточно быстрой. Конечно, я согласен на то, что бывают машины значительно быстрее, бывают машины значительно, которые лучше держат дорогу, но в целом это тоже миф, и до 140 своих она спокойно разгоняется. Принято считать, что смарт – это чисто женская машина. И, в общем-то, понятно, почему. Глядя на эту милую мордашку, ну, я не могу. Она постоянно улыбается, вот знаете, вот эта вот… Эта царевна несмеяна, которая уже затянулась просто, вот другого у меня выражения нет. Невозможно спокойно, как бы так вот, смотреть на эту машину. Да, вот она какая-то вся, вот просто образец няшности. Почему? Я говорю, может, аварийку просто бы включили? Нет, аварийка чаще будет. Это меньше, она… Ну… Медленнее и затяжнее горит. А, вот так, да? То есть, не просто так. Ну, извините, я не понял прикола. Я бы, блин, все оставил, знаешь, как мудачное видео, когда вся, всякого-то херня, короче, не получается, тоже остается в видео, да? А к чему это все? Видите, как хозяин влюблен в нее? Ему кажется, что машина строит ему глазки. Да, не просто так аварийкой фигачит, да? В таком агрессивном темпе, как вот обычно при повороте, а вот именно так нежно и няшно. Да, вот, в общем-то, образец няшности, вот с какой стороны не глянь, везде классно, на самом деле это так. И, безусловно, когда такую машину догоняешь в потоке, кажется, что за рулем будет какая-нибудь девушка. Однако, если вы встречаете такие машины в потоке, вы, наверное, заметили, что, может быть, первые года два там и ездит девушка, а потом как-то почему-то больше мужики. С чем это связано? Всегда эти машины покупаются для супруг, любовниц и других девушек, которые есть в семье или каким-то образом дружат с нашей семьей. А потом эта машина отбирается мужем, потому что она ему нравится. То есть очень часто бывают примеры, когда покупается в семью огромная какая-нибудь машина такая солидная, классная, куда, в общем-то, покупается, по-моему, что-то для понтов, то есть для того, чтобы красиво выглядеть там на каких-то встречах, просто перед пацанами выпендриться, да. А потом ты начинаешь понимать, что это твоя машина большая, она жрет много топлива, ее хрен куда припаркуешь, где-то хрен проедешь. А тут есть вот просто образец няшности, на котором почему-то ездит жена. В общем, жена выкидывается из машины и ты начинаешь ездить на этой машинке, потому что все-таки расход 6 литров в городском цикле – это серьезный аргумент в экономии. И, кстати говоря, вот здесь, да, действительно, этой машины экономичны. 6 литров – это ее максимальный расход, то есть если вы будете постоянно тягаться с Camry 40-ками, там, 50-ками с объемом 3,5, жестоко кара их от светофора до светофора, то вот вы будете расходовать где-то около 6-6,5 литров. Она будет при этом расходовать приблизительно под 30-ку. В общем-то, да, действительно, машина, наверное, и задумывалась как больше такая машина для женской аудитории, но все-таки справедливость и разум берет свое, и очень часто мы можем видеть на этой же машине, в общем-то, мужчин, которые души в ней нечают, и поэтому не хотят ее продавать. Последний, самый главный стереотип, который обычно вбивает в крышку гроба последний гвоздь, против покупки этой машины, это если вдруг случайно муха сядет на эту машину, то она херам развалится, убив вас внутри, просто зажав всем металлом, который вас обнимет. Это ложь. Всем известна, наверное, вот эта пародийная картинка про ВАЗ, да, когда в Ладу, не помню, в какую точно Ладу пытаются заточить манекен, и вот он упирается всеми силами, там, держится за стоп, типа, не дамся, там, ну, то есть, понятно, да, то, что в ВАЗе манекен для краш-теста просто придет в негодность, что очень часто и случается при краш-тестах, а, в общем-то, много таких машин, и вот считается то, что эта машина, в общем-то, может смело заменить на этом прикольном ролике у нас любую продукцию, там, того же самого АвтоВАЗа. На самом деле это далеко не так. Есть еще другой рекламный ролик, кстати, самого Мерседеса, где Гелендваген тоже проверяют на краш-тест, в общем-то, его разгоняют до положенных 55 км в час, он херам сносит стену, в общем-то, выезжая абсолютно невредимый, где-нибудь там на задний дворик завода Мерседес. На самом деле там должен был быть не Гелендваген, а эта машина. Я объясню, почему. Эту машину страшно бояться. Бетонные блоки, стены, какие-то, я не знаю, в общем-то, железные вот такие вот, знаете, бывают для того, чтобы нельзя было их протаранить, железные вот эти вот трубы, которые из-под земли вытаскивают. Они страшно боятся этой машины, потому что эта машина может их снести и поехать дальше. Связано это с тем, что машина изначально сделана с цельно-несущего кузова, где, по сути дела, она построена вокруг дуг безопасности. То есть, все, что вы видите, это очень хорошо замаскированный каркас безопасности. Да, здесь пластиковая крыша, если бы точнее, из стекловолокна, из углеволокна она сделана. Да, здесь как бы такие вот, в общем-то, достаточно тонкий металл, который, ну, можно так вообще пластиковая, да, у нас идет. Да, у нее пластиковая крыша, да, у нее достаточно тонкий металл, который может вас ввести в заблуждение. Но внутри есть очень мощные дуги безопасности. И когда эту машину без всякого преувеличения гоняли в бетонный блок на скорости 120 км в час, бетонный блок раскрошился, а у нее спокойно открылись двери. А это о чем-то это говорит. Да, вот с точки зрения вот того, что она не сомнется, что она вот это жизненное пространство останет за вами, это правда, да. В таком, ну, как бы, несерьезной, даже в серьезной аварии, скорее всего, будете невредимы. Но если авария будет очень серьезной, проще говоря, себя разогнаю до 140 км в час и не заметили перед собой бетонную стену, то вы все-таки умрете, потому что, да, вот здесь все останется как бы неизменяемым, но все-таки удар при 140 км в час это кеолент тому, что вы упадете с седьмого, с восьмого этажа. Просто об землю. Поэтому, к сожалению, да, внешне будет все идеально, и вы сидеть будете как живой, пока вас не снимут с сидений. Но, справедливости ради, это то же самое произойдет и в любой другой машине. Любую другую машину, если вы гоните бетонную стену на скорости 140 км в час, в общем-то, ну, почти что нигде невозможно выжить. Поэтому все-таки голова на плечах быть должна. А так она безопасна. Так что вот еще один миф, можно сказать, разрушен. Машина небезопасная, капсула смерти. Но там четыре аэрбэга стоит. Какой еще нормальный сейчас, на современной машине стоит четыре аэрбэга? У нас техрегламент приняли про два аэрбэга только в этом году. Я понимаю, что сейчас, конечно, какой нормальный корейский, там уже будут ставить аэрбэги. Но если взять ту же самую Гранту или, упаси боже, Nexio, где там аэрбэги? А какой пассивной безопасности можно задереть? Там ремни там нормальные, не стоят. Там кузов в хлам уминается. Пассивная безопасность. И эти люди еще говорят мне что-то про капсула смерти. Так, я начал съемку, подожди. Конечно, да. Портал. Портал. Раз, два, три. Начали. И последний стереотип, который касается этой машины, это то, что эта машина дешевого в обслужке. Вообще, когда девушка покупает себе машину, покупает маленькую машину, естественно, ее ожидание, то, что если маленькая машинка, то значит, что сейчас она тоже маленькая, и значит, плачить за них надо немного. Так вот, это, к сожалению, тот стереотип, который я тоже сейчас разрушу. Это Мерседес. И, исходя из этого, будут стоить все его запчасти. Кроме того, это еще и редкий Мерседес. Ну, вот не знаю, как в России, вроде как в Москве их побольше, чем у нас, потому что Москва, город побольше. Но вот если взять, допустим, нашу Алмату, таких машин у нас раз-два и общался. Соответственно, на разборах их нет, их никто не тащит. Они никому здесь не нужны. Запчасти, даже если пойти, допустим, на автобарахолку, соответственно, тоже будет сложно их найти. Даже новые запчасти. Единственное, путь это вам к официальному дилеру Мерседеса, и, соответственно, запчасти будут, скорее всего, оригинальные, скорее всего, новые. Потому что китайские запчасти для этой машины никто не таскает. Да, это минус, но это же и плюс. Если эта машина обслуживалась нормально, то она будет вам служить верой и правдой, и нигде вас не подведет. Если же эта машина при покупке, вы видите, что есть какие-то проблемы, особенно это характерно для, ну, как бы, начинающих водителей. Эту машину хорошо брать для начинающего водителя, потому что она маленькая, она заплачает очень много ошибок, особенно в городе. Многие девочки, как думают, типа, ну, возьму такую маленькую семпапульку, а если что-то и сломается, то я буду платить за ней не очень дорогие, деньги по обслужке. Нет, это все не так. Надо брать изначально хороший вариант, без каких-либо проблем с кузовом, без каких-либо проблем с электрикой, потому что, если, не дай бог, где-то что-то сломается, можно вполне вероятно отдать стоимость за починку стоимость самой машины. То есть вам лучше уж сразу взять нормальную машину, и это очень актуально именно для смарта, как это не странно, на которого, к сожалению, запчастей очень и очень мало. Что ж, все мыфи мы разрушили, теперь давайте перейдем к самой машине. Ну, про внешность, я думаю, говорить, в общем-то, нечего, она говорит сама за себя. Давайте пройдем сегодня немножко по кругу, я расскажу о тех приколах, которые в машине есть. Ну, начнем с того, что торчит с зеркалом. Зеркала маленькие. Да, я думаю, что это сделано специально для аэродинамики, потому что если сюда поставить большие зеркала, то, скорее всего, 140, она уже не разгонится. Вот, в общем-то, здесь делать нечего. Ну, в принципе, говорят, люди привыкают, но, конечно, даже здесь видно, что характерно добавлено такое вот сферическое зеркало, которое позволяет, ну, хоть немножко больше это зеркало увидеть. Идем дальше. Видим, естественно, поворотнички и сами фары дненого, ну, как бы, ближнего света. Ну, они же и дальние, в общем-то. И здесь же сразу проблема. Что здесь, что здесь. Для того, чтобы поменять лампочки, простую лампочку, которая просто перегорела, нужно снять полностью морду. И это единственная, как бы, проблема то, что, ну, простого, скажем так, пути замены этих лампочек нет. Кстати, напомню, что двигателя здесь никакого нет. Вот двигатель у нас находится сзади. Здесь же нет и багажника, но к этому мы еще вернемся. Что хочется сказать. Стекло достаточно большое, несмотря на размеры машины. То есть, да, оно может быть не такое широкое, но зато оно достаточно высокое. Так что для трасс, опять же, это не очень хорошо. По трассам у нас летают камни, стекла эти иногда бьются. Вот, а найти их достаточно сложно, потому что, ну, опять же, из-за того, что такие стекла редко потаскают. К сожалению, это так. Но зато стекла, не знаю, вот у меня на моей ЦРВ стопудово меньше очистителей стекол, так что, в общем-то, чистить они должны очень хорошо. Что еще у нас? В общем-то, антенна, которая делает плюс один к понту и минус десять к аэродинамике, в общем-то, сказать про меня тоже нечего. Даже здесь, кстати, видим, тоже дополнительно сферическое вот такое зеркальце прилепили. В общем-то, видим, совсем все плохо с обзором. И теперь, самый главный вопрос, который лично меня очень сильно мучил. Я понимаю, допустим, зачем такая же горловина, допустим, с правой стороны. Это горловина бензобака. Кстати, бензобак здесь немногим более 30 литров, что, в общем-то, хорошо, если вы студент, потому что вам всегда есть денег на полный бензобак. Вот. Здесь, да, мы можем залить бензин. Кстати, хорошо, что эта штука на замке, соответственно, у вас ночью никто бензин не сольет, но вообще сливать бензин со смарт, это надо быть, конечно, совсем нищебродом, потому что, в общем-то, 30 литров, даже если вы сольете, ну, иной раз и канистра не наберется. Не 30, сколько? 22 литра. 22 литра, да. Ну, вот как раз и получается, если вы, вот, подогадая этот момент, когда, в общем-то, хозяин залил полный бак, ну, в лучшем случае вы сольете с него канистру бензина. На мой взгляд, лучше намного подойти к какому-нибудь прадику, у которого бак 120 литров. Вот, там два бака, потому что. Дальше что мы идем? Так вот, здесь, понятно, бензин, да? А здесь у нас тогда что за фигня и почему она такая же круглая? В общем-то, отсюда двигатель получает другое, то, что ему нужно для работы, это воздух. Двигателю для того, чтобы работать, в общем-то, нужно бензин и воздух. Соответственно, бензин мы заливаем за деньги с этой горловины, воздух к нам бесплатно поступает с этой горловины, это все у нас встречается в двигателе и получается то, что мы знаем, как процесс внутреннего сгорания, соответственно, в общем-то так машина и едет. Ну, что можно сказать по этой горловинке? По ее высоте, видите, да, она в принципе, ну, где-то уровень, ну, метр точно есть, да, высота. Нет, ну, наверное, немножко все-таки меньше. Ну, факт в том, что гидроудар машине хапнуть, это надо быть, ну, просто, я не знаю, каким, насколько сильно переоценить ее ездовые возможности, чтобы залезть в такую большую и глубокую лужу. Поэтому, конечно, гидроудар здесь, этого мотора, наверное, все-таки не грозит, потому что нужно, ну, прилично это получается. Если вот мы сидим в салоне, то как-то вот аж так вот должна у тебя вода, то есть на уровне рука, не каждый жипер туда полезет, честно говоря. Что еще заднее стекло? Характерно маленького размера, невысокое, я думал, почему оказалось, что действительно сзади обзор действительно плохой, то есть, в общем-то, машина сделана чисто для девушек, у которых зеркала сделаны для того, чтобы только краситься, в них смотрится только для себя, вокруг нас ничего не интересует, назад смотреть вообще нафиг не надо, мы едем вперед, все, задний ход, это нам не нужно на этой машине. Вообще, я, кстати, ну, ладно, это попозже. Стекло здесь характерно не держится из-за того, что торсионы, к сожалению, ну, в общем-то, машина с 99-го года, ну, в общем-то, это один из первых смартов вообще, который, в принципе, выпускался, поэтому время, конечно, дает о себе знать, и вот эти торсиончики, которые изначально, в общем-то, не очень большого размера, они уже, конечно, нифига не держат. Плохо то, что, опять же, для того, чтобы их поменять, сюда от Жигули не подойдут, от Соболя тоже, так что нужно именно стандартные, к сожалению. Так, где здесь у нас, я так понимаю, вот эти вот штуки позволяют, в общем-то, многие рейндж-ровероводы выпендриваются из-за того, что у них есть вот такая вот штука для пикников, да. Здесь ничем не хуже. Можно тоже спокойно сидеть и, в общем-то, чувствовать себя достаточно комфортно. И сам двигатель. Ну, вообще, хочется сказать, что здесь большой багажник. Представляете, машина, в общем-то, маленькая, а две мертвых проститутки сюда влезут легко. Поэтому, если у вас есть какие-то планы на перевозку трупов в багажнике, можете смело брать эту машину. Никакого, в общем, я не знаю, того мента, который полезет в багажник в этой машине проверять, нет ли там трупов. Потому что, в общем-то, классический. Кстати, еще один тоже был миф, да, то, что сюда ничего не влазит. Нет, прекрасный багажник большой, но это не багажник, это капот, по сути дела. Я так понимаю, вот этот кожух вот так вот у нас открывается и здесь, да, бокс не пускай так вот, валяется. Сейчас, посмотришь, подержите. Да где, зачем, я все прекрасно открываю. Да вот он, нормально, двигатель, вот он. В общем-то, трехцилиндровый двигатель, объемом 0,6 литра. В общем-то, здесь все. И, к сожалению, ну, что можно сказать про этот двигатель? С одной стороны, вроде бы как все под рукой. Вроде бы как все хорошо. А с другой стороны, если в него непосредственно лезть, то вплоть до того, что его просто сюда вытащить. Потому что экономили буквально на всем месте. Здесь получается так, что не так-то уж и легко добраться до каких-нибудь сломавшихся дорогих запчастей, которые у вас в этом двигателе выйдут, могут выйти из строя. Но в остальном двигатель, что, ну, три цилиндра, он очень простой сам по себе. Особых проблем нареканий не вызывает. Заменять масло здесь, в принципе, тоже не проблема. В нем не очень много масла влазит. Масло вообще жрет, не а там? Волтурбина по-любому масло немного жрет. То есть масло все-таки он подъедает, да? Ну, я думаю, это не так критично, потому что, купив литра масла, можно, наверное, проездить на замену до замены. Легко. Да, тут три литра масла. Три литра масла всего, но как раз литр остается на полную замену. Так что, в принципе, да. Ничего такого страшного в этом двигателе нет. Ну, что характерно, мне больше чего другое понравилось. Машина сейчас буквально приехала сравниться недавно сюда. То есть мотор, в принципе, горячий. Но вот, если закрыть все это дело, если все это закрыть, то здесь нифига не жарко. То есть я держу руку, и, в принципе, здесь, ну, даже прохладно, можно так сказать, при том, что день сегодня солнечный. И если у вас есть такие задатки садиста, то, в принципе, сюда можно посадить еще даже двух человек. Если вы сами не очень высокого роста, то сзади они у вас сядут. В Германии бы вас, конечно, за это оштрафовали. Но, так как у нас, в общем-то, к этому относятся более, с большим пониманием, в общем-то, все были студентами, в принципе, смарт могут лезть четыре человека. Не странно, что машина двухместная, и даже здесь для детей мест не предусмотрен. Что ж, по ходовке здесь, хоть говорить о чем-то нечего. Кстати, задний ход, туманка. Гениально, мой взгляд, решение. По ходовке здесь говорить особо нечего. Ходовка достаточно простая, и, как это ни странно, особо мозги не колупает. То есть, в принципе, ну, как и все Мерседесовская, она достаточно надежна. Как и все Мерседесовская 90-х годов. Хотел уточнить. Ну, пойдемте в салон. О, как хорошо, когда под тебя сидение уже сделано. Ну, что хочется сказать. Ну, во-первых, да, у машины, как такового, багажника нету. То есть, это... Ну, нет, в общем-то, он есть, но он какой-то такой несуразненький. Здесь вообще должна быть полочка, кстати, почему-то, которой нету. Куда можно было бы, открывая просто стекло, класть такие легкие грузы, типа тех же самых сумочек. Ну, да бог с ними. Вообще, с чего нету в смарте, нет такой проблемы, когда, допустим, на любой машине, знаете, да, если здесь есть подлокотничек, то всегда все девушки ставят на него свои сумочки. Всегда абсолютно. То есть, у многих даже до разводов доходит из-за того, что здесь на подлокотнике стоит женская сумочка, а тебе неудобно, потому что ты пытаешься на этом подлокотнике использовать его. По прямому назначению, то есть, класть на него локоть. Так вот, здесь этой проблемой быть никогда не может, потому что спереди просто колоссальных размеров полка под всякую фигню. Типа тех же самых сумочек, косметичек, мешка для картошки. Ну, 25 килограммов сюда, я думаю, вполне влезет. То есть, лук сюда можно запихать. То есть, в принципе, очень-очень удобно. Вообще, гений какой-то придумал вот эту штуку, вместо того, чтобы делать какой-то несуразный багажник спереди, решили максимально эту делать вещь для торпеды. При этом сама торпеда максимально, опять же, выдвинута на нас. Сидишь достаточно комфортабельно. Единственная проблема, хотя, да, кузов очень здесь крепкий, но все-таки твоя левая нога в удобном положении, но стоит все-таки на левом переднем колесе. Это значит, что, в общем-то, при столкновении она может быть повреждена. Ну, опять же, должно быть достаточно серьезное. То есть, надо в бетонную стену ехать на скорость не менее 60 км в час. Вот. Что здесь по эргономике? Развернуто все типично вот так вот на тебя, то есть, такая вот мелочь какая-то и странная. Она предусмотрена. Очень удобно все. Опять же, ну, сказывается то, что, видимо, это все сделано вот аварийка вообще гениально сделана. Сказывается все-таки то, что это сделано под женщину, потому что сегодня очень уж близко. То есть, совершенно никаких проблем нету. было бы еще рычаг КПП подлиннее, но здесь, в общем-то, не нужен длинный рычаг КПП, потому что это робот. То есть, в принципе, это джойстик управления роботом, которого вы можете сказать, либо чтобы он сам за тебя думал, переключал передачи, а здесь шестиступенчатая, ну, по сути, механика роботизированная стоит. Короче, коробка здесь, это джойстик, я об этом уже сказал. Но я был в шоке с того, как мне показали сейчас, куда вставляется ключ зажигания. То есть, я вообще думал, что куда-то сюда, еще даже с улицы пытался понять, куда, на самом деле, нифига не сюда. Вот сюда уставляется ключ зажигания. В общем-то, абсолютно такое гениальное решение, на мой взгляд. Так, что у нас? Если я дальше, то она заведется. Давай заведем. Как тебя выключить? Как ты выключил? Так, ну, классическая болезнь трехцилиндрового мотора, кажется, что он троит, ну, в общем-то, аналогично. Троит, слово, пошло из-за того, что у нас были четырехцилиндровые моторы, один цилиндр не работает, соответственно, работают только три цилиндра. В принципе, три цилиндра, поэтому троит он всегда. Так вот, здесь можно переключиться на, в общем-то, такой типтроник и сказать ему либо вверх, либо вниз. Сейчас у меня ничего не происходит, потому что робот понимает, что ты никуда не едешь и, в общем-то, все нормально. Бартовой компьютер есть, нифига себе, смотри, да, зажимает, переключает автомобиль в режим типтроника. Ага. Также, с того же режима типтроника нажимать, я ему, это же самое клейшное, и к ней режим автомата. Автомата, да. Вообще, да, достаточно интересно сделано. Но, я так понимаю, клал он на меня, потому что мы стоим и он говорит, что, ну, извините, вы никуда отсюда не поедете. Ну, в общем-то, все понятно, да, давай на нейтралку спустимся. Бартовой компьютер прям прелесть, да. А еще я слышал, тут здесь можно посмотреть температуру либо двигателя, либо температуру воздуха за салоном, как-то можно настраивать. Может быть, на более свежих. Ну, может быть, на более свежих. Так, ладно. Под лепестковый, в общем-то, ну, блин, если бы это был картинг, и здесь бы был тахометр, а здесь бы снизу был бы спидометр, я бы был дико счастлив, но это не картинг. Так, эти все, в общем-то, достаточно удобно сделаны. Переключалки. Очень интересно, заднее не буду, наверное, включать. Заднее салонное зеркальце, но оно сейчас не под меня настроенное, но, в общем-то, я вижу очень маленький, скажем так, диапазон сзади в него. То есть, нифига не вижу в него, то есть, как-то вот как раз так вот между этими двумя сиденьями, сколько есть, просто у нас, столько я и вижу. Да, действительно. Увидеть, кто тебя уже конкретно догоняет, можно, но сдавать назад, ориентируюсь только по этому зеркалу, это самоубийство, поэтому, в общем-то, думаю, более правильно будет настроить его на себя, и, если ты девушка, то красить губы. Это нормально, в этой машине. По боковым зеркалам, конечно, ориентироваться намного удобнее, в общем-то, видно все, да, больше намного, даже, чем в заднее зеркало, в заднее зеркало, ну, я не знаю, даже если что-нибудь будет какое-то препятствие за ней торчать, в общем-то, ты можешь его даже не заметить. Поэтому, да, заднее зеркало здесь чисто для того, чтобы подкрашивать губы. И, кстати, заметьте, да, в общем-то, инженеры не ограничились только задними зеркалами, они сюда еще тоже воткнули по зеркальцу. В общем, козырьки просто гениальные, они вообще от солнца защищают, потому что, я смотрю, вот эта полоска, она даже ниже, чем козырек, когда его опускаешь. В общем-то, странная ситуация. От солнца они практически не защищают. От солнца они не защищают. Ну, оно и понятно, в общем-то, нафига вам защищаться от солнца. Я так понимаю, крыша может сниматься, да? Нет, крыша не снимается. Крыша не снимается. Это не кабрио. Ну, я думаю, хорошая на самом деле машина. Дефлекторы тоже обдуманны. Очень интересно сделаны. Чувствуешь себя в фильме 1986 года «Полет навигатора». То есть, в общем-то, явно вдохновлялись конструкторы этим фильмом. Тут огромный дефлектор тоже, который светит, в общем-то, может тебе дуть прямо в лицо. Есть режимы. Что за режимы вообще? Так. А, куда? Подожди, да, вот все, я понял. Это на тебя, то есть, непосредственно, в лицо. Это на ноги. Это между ними. Это ноги, лобовуха и чисто лобовуха. В общем-то, достаточно удобно. Да, вот видите, без подсказки разобрался. Это такая громкая штука. Печка. Она же кондиционер. Печка, она же кондиционер. Так, кстати, в этой машине есть кондиционер, что тоже немаловажно. Когда у тебя всего 0,6 объем и когда расход на сотню составляет 6 литров, можно ехать еще и с комфортом. То есть, в общем-то, это не какая-то там раковина. Прикуриватель, что сейчас уже не модно. Но он здесь есть. Это характерно. Салонное освещение. Нафига. Нафига оно здесь сделано. Я не знаю. Это если ты что-то уронил, да, наверное, когда ключ ты мне туда всовывал. Я впервые такое вижу. Ладно, бог с ним. А это что такое? А, это это просто багажник. Вот. Офигеть, дайте две. Сюда можно в общем-то, два бумажника таких приличных положить. То есть, такой хороший кармашек. И здесь еще куча кармашков вот этих вот мелких бардачков. А, ну все, это да, компенсирует всем, что нет бардачка как такового. Да, весьма и весьма доставляющая штука. Ладно, заглушим пока-нибудь машину. А что он дальше дует? Кулев. Все еще вставает машина, да? Сейчас он недолго дует. Ясно. До сотни будем замирать разгоны вошли? Или это долго? Это мы с тобой прибьют. Лучше в отдельном ролике снять. Да. Вот тахометр. Здесь он есть. Здесь есть же еще у нас и часы. Причем есть возможность... Это все да, еще поворачивает. То есть движение... Офигеть вообще. Я говорю как будто какой-то инопланетный корабль. То есть именно такой вот кейкар, как оно говорится, ключ к городу. По самом деле все здесь в европейском этом стиле посвящено этой идее. Вот как раз таки вот это классическое зеркало. Я сейчас очень хорошо показываю насколько хорошо мы видим в него. В общем-то мы ничего... Сейчас конечно мы видим кое-что у него. Но как вы видите в общем-то видно не очень много чего. Да, вот интересно. Я вот так подозреваю что вот это вот место оно тоже как видите как зеркало дополнительное для дополнительного вида. Потому что в него даже видно на иной раз больше чем здесь из-за того что здесь немножко уменьшается здесь оно стандартное. Ты зачем нашуну ломаешь? Для перевозки. Аааа. Длинная крупногабаритная губка. Сюда можно запихать лыжи, да? Ну в общем-то можно, да. Два метра можно спокойно запихать в общем-то что лыжи обычно стандартно где-то так и есть туда можно и еще подстаканник мне очень нравится как бы мини столик такой и подстаканник то есть в общем-то если ты путешествуешь один то можно забыть про то что кстати вот вообще самый главный тест в любых машинах это можно ли заниматься в машине сексом? Потому что я понимаю что люди меня смотрят разные и многих этот вопрос он очень сильно интересует а в этой машине нельзя заниматься сексом если езди коротко то есть как бы ты что не придумывал в общем-то надо быть каким-то гудиней хотя если если все-таки сделать вот так вот сейчас посмотрим положить да я попытаюсь положить одновременно с двух сторон да с двух сторон теперь давай для кого это сделано вдвоем не можем завалить ну при чем заглядить ну понятно если открыть багажник и сюда положить девушку то можно но она за это спасибо не скажет так что да вот единственная проблема в этой машине нельзя заниматься сексом непосредственно в самой машине зимой в минус 40 это да один хотел я вам в момент показать связанный с багажником еще электронная здесь эта штука электронный замок это в общем-то здесь есть такие штуки в которых лежит инструмент то есть даже это предусмотрели вот здесь характерно это вываливается сразу видно что мы дело имеем с немцем потому что видите все шестигранники и звездочки ни одной нормальной отвертки нету в общем-то нет она есть я вру и самое главное это буксировочный крюк который может вам помочь если вы где-нибудь сломались при этом что интересно если у вас не дай бог где-то спустило колесо то даже элементарные докатки на этой машине не предусмотрено поэтому в общем-то все в ней как бы намекает на то что если ты ее купил для езды в городе езди в городе недалеко от шиномонтажек либо вози с собой нас ну а если у тебя колесо вообще полностью разорвало что ты будешь сделать кстати здесь нету сзади прикуриватель да я так понимаю да сзади прикуривателя нету ну в общем-то в случае того что центральный прикуриватель отсюда полтора метра это не такая большая проблема характерно в городе можно парковаться практически где угодно потому что его ширина в общем-то ширина любой нормальной машины при параллельной парковке примерно равна длине вашего смарта поэтому там где все паркуются с помощью параллельной парковки вы можете вставать как вам больше всего нравится и вам за это ничего не будет сейчас специально отойду к другой машине как видите в общем-то мое зеркальце примерно там же находится где и конец смарта что бы хотел сказать в заключении в заключении хотелось бы сказать что если вы надумываете покупать такую машину то можете смело ее брать потому что все те мифы которые вокруг нее ходят это действительно мифы но заключение пожалуй того мифа что нельзя заниматься сексом это единственная правда да действительно внутри машины сложно заниматься сексом но что касается остального ну да действительно она дорогая в обслуживании но вы будете экономить смотрите максимальный расход при включенном кондиционере тапка в пол круглосуточно это будет 6 литров на 100 километров при этом в общем-то это действительно максимальный расход при этом любая другая нормальная современная машина кушает от 8 до 10 литров но опять же если брать максимальный цикл то скажем та же самая Lada Granta со 127 там какой у них мотор я не знаю будет кушать примерно десятку в таком же точно цикле то есть если вы включите там кондиционер если вы там будете вваливать и если у вас будет автомат естественно вот вот разница вам с 4 литра с 100 километров в год при пробеге в 20 тысяч у вас будет уходить приблизительно приблизительно на 800 литров меньше бензина что остается вам в общем-то деньги на то чтобы эту машину нет-нет чинить про качество того же самого ваза я промолчу если конечно сравнить с корейцами там это будет уже более сопоставимо но опять же все равно вот вы за счет бензина в общем-то можете покупать достаточно хорошие запчасти и делать нормальное то хотя это нужно не так-то уж и частной этой машине за счет того что она легкая за счет того что она маленькая за счет того что сделано здесь достаточно добротно особых проблем она не доставляет и все же почему почему у нас берут вот такие вот машины они маленькие и в принципе приспособлены для города почему так происходит ведь у этой машины расход за 20-ку а у этой всего 6 литров по запчастям так намного дороже то что вы говорите на ней можно типа куда-то уехать в горы или поехать по бездорожью это тоже в общем-то не совсем правда потому что за счет короткой базы достаточно широких колес а 195 резина сзади стоит не халамбала в общем-то на самом деле можно тоже проехать очень и очень много где а все причина вот в чем казах без понтов без понтовый казах и пока у нас не поймут то что для города не нужно 4 литров для города нужна маленькая юркая машинка пока у нас не поймут что в общем-то в большинстве своем ты ездишь за рулем один а если у тебя есть пассажир то это как правило один пассажир то есть вас максимум ездит двое что как раз таки в этой машине можно спокойно организовать у нас будет продолжать покупать такие вот достаточно большие дорогие и абсолютно ненужные автомобили ну что ж целим ну что ж надеюсь обзор был для вас полезен на этом всем спасибо всем пока ставим лайки блин а здесь сидеть так как-то удобно никогда этого не замечал а там сидеть то удобнее чем здесь сама сидушка то удобнее сделана чем здесь я бы уже если бы не так вот то есть с марта бы ЦРВ не пересел бы никогда бы этого и не заметил а я бы думал ЦРВ достаточно удобное может быть я и погорячился то что для трассы потому что они очень хорошо созданы с такой сидушкой можно путешествовать достаточно далеко ладно все нормально